Самый востребованный собеседник последних суток, как минимум, Василий Волнухин у нас в эфире. Главный редактор Тайги.Инфо. Здравствуй, Василий. Привет, привет. Мы в очереди стояли, мы были после дождя и РБК, да? Я правильно помню? Вы были после Бизнес.ФМ, но перед дождем и всем остальным. Примерно так мы себя и позиционируем. Как так вышло, что называется? Вот был Бату и как Бату стал народным героем. С чего движуха вся началась. Потому что мы видим результат, да? И мы видим комментарии о том, что вот какие-то общественники начали хайпить на этой теме и так далее и тому подобное. Кто внес наибольший вклад? Лепту. У Лоскутова я видел, да, Артема, который строитель монстрации. Это все в соцсетях. Как Бату стал медийным феноменом? Здесь есть достаточно четкая хронология становления Бату как лидера протестного голосования Новосибирска и превращения простого Бату в «я-мы-Бату». На самом деле это голосование началось абсолютно незаметно. Абсолютно. Люди о нем первый раз заговорили и пошли первые голоса за Бату, когда на эти выборы обратил внимание депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко. Он возглавлял структуры Навального в Новосибирске. Да, да, да. Я как раз хотел встрять, чтобы Бойко Навальнис, который выиграл выборы еще в ту эпоху. Во время своего стрима он сказал, что Бату в принципе классный рыжий пацан. Почему бы его? Вот Новосибирск очень креативный город. Орангутан-Бату. Давайте, в общем-то, ребята, все поддерживать Орангутана-Бату. Это было один. Это была, скажем так, первая ступенька. Вторая ступенька, когда я по своим каналам узнал, что в полпредстве сибирском президента не очень довольны перспективой выигрыша Орангутана-Бату в таких серьезных и конкурентных выборах. И, в общем-то, настоятельно рекомендуют мэрии что-нибудь сделать, чтобы не допустить данного медийного, скажем так, провала. Факапа, факапа. У нас это можно. Факапа. Медийного факапа. В данной ситуации. После нашей публикации эту новость подхватили уже все, включая федералов. То есть все сразу же увидели руку Кремля и так далее. Все это вышло десятками и сотнями материалов на федеральный уровень. И, в общем-то, уже отказываться, не отказываться, игнорировать эту ситуацию было нельзя совершенно никаким образом. И, в общем-то, люди пытались, ну, откровенно говоря, сделать ничего не пытались. Не пытались каким-то образом вырулить. Вообще, я уже говорил в своих комментариях, что, на мой взгляд, это эталоннейший, просто эталоннейший и идеальнейший кейс того, как из, в общем-то, позитивного информационного повода устроить себе негатив на всю страну и, в общем-то, ну, настолько беспомощно себя повести в довольно-таки простой ситуации. Лично я этому удивлен. Я как раз, смотри, я хотел об этом, как, переставим вопросы местами, пиар-провал мэрии, да? То, что Терешкова Анна, которая, вице-мэр, которая в том числе и за зверей отвечает, она пыталась что-то объяснить. Кто не видел, суть ее объяснения свелась к тому, что народное движение поддержки Орангутана – это фарс. И это обидело многих. И власти не хотели признавать очевидную победу. Вообще, Терешкова сказала, что, может быть, еще Белочка из Академы или Снегиль. Вот. И, смотри, вот хорошо, что Бату сидит, да, уже, а то бы он мог к Навальному соседам заехать. Да, да, да. Что не так с новосибирским пиаром вот именно в этом кейсе? Слушай, ну, вообще, Анна Терешкова, она не отвечает за пиар-блок мэрии. Я уверен на, окей, не на 100, скажем, на 99%, что больше половины какого-то серьезного негатива можно было убрать просто более-менее адекватно, подойдя к выбору вариантов. То есть не просто так, что зоопарк сказал, у нас там вот 5 самых популярных животных, а в мэрии в пиар-блоке взяли под козырек, а немного об этом подумать. Потому что, не касаясь Бату, извините меня, там есть белый медвежонок Шилка, которая, в принципе, уже достаточно давно не медвежонок, а вполне себе здоровая медведица, и которая 7 лет живет в зоопарке японского города Осака. Вот. То есть каким образом она относится к Новосибирску, это тоже достаточно большой вопрос. Так что, можно было убрать орангутана просто на отсеве, скажем так, вариантов. Хорошо, не убрали его. Почему нельзя было сказать, что, ребята, вот у нас тут орангутан, рыжий, классный, умный очень. Да, к Новосибирску он никаким образом не относится, но у нас новосибирцы, ребята, свободолюбивые, вот решили, мы же честно выборы проводим, даже в интернете, поэтому вот, пожалуйста, у нас орангутан. Да, и он созвучен нашему вайбу, да, там бананов поесть, почилить, повтыкать просто в пространство. Нормально, нормальный зверь. Можно было сделать, придумать какую-то нормальную историю с этим орангутаном, но не делать все, извините меня, так топорно, что, а, вбрасывать сначала за одного, потом за другого, заметьте, я никого не обвиняю, кто вбрасывал, потому что это еще большой вопрос. То есть, кто-то говорит, что вбрасывала мэрия, кто-то говорит, что вбрасывали некоторые тролли, которые желали... Стороны обвиняют друг друга, да, согласись, то есть уже с обеих сторон, да, да, да. Поэтому я сейчас, в принципе, откажусь от каких-то там намеков о бенефициарах этих вбросов. То, что вбросы были, это факт, но оставим это на, скажем так, совести тех людей, которые этим занимались. Ирония, историческая ирония. Локоть, который прорвался к креслу градоначальника сквозь тернии Единой России, он вынужден был строить, помнишь, альтернативную систему подсчета голосов на выборах. Ты не можешь этого не помнить, мы не будем говорить почему. И теперь получается, что локоть сам слышит в свой адрес обвинения в подкрутках и набросах. То есть получается, обезьяна честнее коммуниста. Где такое может вообще? Это же пост-ирония. Ну, на это я ничего отвечать не буду, это как-то уж сильно провокационно. Я могу сказать, что вот последние несколько дней, когда мы в редакции пишем новости о этих выборах о Баку, о Белом. Об обезьяне. Да, обезьяне. У нас периодически в редакции раздаются крики. Боже мой, я не могу поверить, что я это пишу. Я тоже думаю так про себя, что в 2014 году я писал какие-то аналитические материалы по поводу шансов Анатолия Локта стать мэром города Новосибирска. А в 2022 году я пишу про выборы, в которых участвуют Манул, Орангутан, Белый Медведь и Снежный Барс. И я так про себя думаю, господи, куда катится этот мир, куда катятся выборы. О чем же люди будут писать в 2024, в 2025 году? В стране фактически закрыты все клапаны воли изъявления. Вот как ты считаешь, может ли это быть еще таким народным протестом против системы? Или нет этого осознания у наших масс? Это просто спонтанный перформанс, такой флешмоб. Или это все-таки какое-то протестное голосование, как Коновалова в Хакасии тоже выбрали парадоксально? Я уверен, что определенный процент протестного голосования в этом есть. То, что оно полностью протестное, не знаю, не факт. Потому что все-таки, как ни крути, довольно-таки, я думаю, что приличное количество людей пришло вслед за Бойко, вслед за Варламовым, которые об этом рассказывали. Вот. То, что в нем была часть протестного, это безусловно. Было ли оно полностью протестным, это большой вопрос. Если не Путин, то Кот, если не Навальный, то Орынгутан. Спасибо тебе, Василий, огромное. Это был Вася Волнухин, главный редактор Тайги Инфо.